Эмигрантский, ты знаешь. Как бы эмигрантский. Дело в том, что в 67-м году, когда я был стажером Московского театра Оперет и учась на третьем курсе ГИТИСа, известного вам учебного заведения, вот, меня пригласили спеть в спектакле «Белая ночь», музыку, которую он писал Хреников, пригласили спеть роман с полковника. И я его пел. Эта песня считалась белоэмигрантской, даже один известный композитор говорил, что это он ее сочинил, хотя на самом деле это была музыка Хреникова. Звучало это так. Бегут весенние ручьи, и солнце в них купает ноги, а мы куда-то все спешим и проклянем теперь дороги. Ой, ты синее небо России, ухожу околдован тобой, а березки, как девки босые, на прощанье мне машут рукой. И так далее. Потрясающая совершенно мелодия Хреникова. Это было... И потом, спустя какое-то время, я тоже думал, что это вставной романс. А на самом деле Тих Николаевич это... А вы помните знаменитую песню, он что-нибудь помнит, слова, ну, может, вы все помните, когда Ян Фрэнкель написал «К неуловимым мстителям» песню про Россию. Это «К неуловимым» ведь, да? Классическая песня, когда поет «Белый офицер» поет, да? Да, да, да. Это «Поле русское поле». Да, «Русское поле». «Поле русское поле». Ты помнишь? «Поле русское поле, светит луна или падает снег, Счастьем и болью, рядом с тобою, Нет, не забыть себя, сердце вовек. Здравствуй, русское поле, русское поле, Пусть я теперь человек городской, Счастьем и болью, рядом с тобою, Не сравняться с тобой, Ни леса, ни моря, Здравствуй, русское поле, Студит ветер в лесу, Здесь отчизна моя, И скажу это я, Здравствуй, русское поле, Я твой тонкий колоссон. И была еще такая шутка, если вы помните, да, Конферансье на концерте объявляет. Ян Фрэнкель, стихи Инны Гофф, Поет Иосиф Кобзон, русское поле. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин,